Талибы снова продемонстрировали свою силу, напав на город Кундуз на севере Афганистана накануне конференции стран-доноров в Брюсселе, цель которой обсуждение дальнейшей финансовой поддержки Афганистана. Та легкость, с которой талибам удалось зайти в город, показывает, как плохо официальные власти контролируют ситуацию в стране. Ровно год назад талибам удалось взять Кундуз. Армии Афганистана тогда не помог даже американский спецназ и авиация. Кундуз, в котором проживают около 260 тысяч человек, превратился в постоянное место боевых действий афганской армии и талибов. Контроль над городом регулярно переходит из одних рук в другие. Иногда линия фронта пролегает через жилые кварталы. Война длится уже 15 лет и погибшие исчисляются тысячами. В прошлом году лишь за один день были убиты 42 человека и десятки получили ранения. Тогда американская авиация по ошибке нанесла удары по больнице организации «Врачей без границ». Кундуз не единственный крупный афганский город, ставший фронтовой зоной. На этой карте красным обозначена территория, подконтрольная талибам. Зеленым, где идут бои с афганской армией, а иногда с джихадистами с группировки «Исламское государство». Они обосновались в окрестностях Ачина. Это обозначено желтым. В конце 2015 года талибы взяли под контроль довольно большую часть территории в окрестностях Лашкаргаха, столицы провинции Гельмент. Но сам город афганские силы удерживают, постоянно отбивая атаки исламистов. В Афганистане практически не осталось больших городов, в которых не попытались бы взять талибы. Этой участи не миновал и Кабул, где в апреле произошел очередной, увы, кровавый теракт. Взрыв прогремел в центре столицы, где располагаются дипломатические и правительственные учреждения. Погибли 64 человека и более 300 получили ранения. После этого Вашингтон решил не торопиться с выводом войск. Мы планировали сократить присутствие наших войск до 5,5 тысяч человек, но теперь планы изменились. И мы считаем, что в Афганистане должно оставаться более 8 тысяч наших военных, как минимум до следующего года. В конце мая американские силы безопасности сообщили о ликвидации лидера талибов Мулы Ахтара Мансура. На смену ему пришел религиозный лидер Хайбатулла Ахунзада. Он сразу же заявил, что американские оккупанты должны покинуть Афганистан. Пока международное сообщество собирает деньги на восстановление Афганистана, талибы продолжают показывать, что так просто эту землю не покинут.